Ребята, всем привет! Знаете, в каком я сегодня месте. Пока соседа дома нету, решил дать ему в бассейн залезу. Маску полно лицевую потренируюсь понырять с ней и прочее. Да шучу это. У друга Паши участок. Смотрите, вот такой вот басик. Короче, сегодня я в него буду заныривать. Здесь глубина где-то 2, нет, меньше даже. Метр 70 где-то, скорее всего. Но мне глубина я не нужна, большая. Мне нужно, чтобы было много воды вокруг. И чтобы я мог погружаться без проблем. Не в ванной это делать. Вот. Подгоню новое снаряжение. Попробую с полно лицевой маской понырять. Короче, вот какие-то такие у меня планы. Мишенька доводит до ума Шерп Макс. Чтобы нам поехать в следующую экспедицию. А я к этой экспедиции уже должен быть готов со своим снаряжением, отработанным, подогнанным, приведенным в боевое состояние. Вот такой ящик с оборудованием идет. Это подхудка. Так вот, откроем. Маска. Маска-легочник. Камера покрышка мне не нужна будет. Трубка, скорее всего, тоже. Но трубку, ладно, возьму. Трубка нужна будет. Сейчас возьму, значит, саму хуку. И возьму. Опа! Тяжелая. Эта версия хуки уже не такая легкая, как была мобильная. Вот такая вот она. Но она зато более производительная. Более быстро и легко можно дышать. Давайте что-нибудь еще возьмем. Возьмем шванг от хуки. Все, погнали. В общем-то, ребят, вот так вот я выгляжу после облачения в костюм. Это у меня waterproof, пятерочка, дайверский. Удобно одевать, снимать. Он плюшевый. Может быть, попрохладнее, нежели будет попрохладнее, нежели можно нырять в костюме для подводной охоты. Но я хотел именно такое попробовать. Хочу купить вот именно дайверский костюм, предназначенный для таких вот погружений. Посмотрим, как он приживется у меня. Основная проблема у меня была это обтюрация. Для полнолицевой маски должна быть широкая очень обтюрация шлемика. И очень не хотелось портить новый костюм для подводной охоты. Мне проще возить два костюма. Вот такой вот костюм. Очень удобно. На коленях вот такие литые накладки. Как раз наша тема, чтобы можно было ползать на коленях. В этот раз я не беру ласты, потому что здесь они в басике точно мне не нужны будут никакие. Ох, там задувает, завывает ветер. Ну все, пора идти. На эту камеру я уже здесь не буду снимать, а будем все снимать на подводную. Ну вот так, ребят, проходят прибережки. По пихоннице по голеннице я оснаю застерк. Надо будет что-то доработать, что-то исправить, что-то оставить как есть. КОНЕЦ КОНЕЦ у него есть одна проблема. В нем легко дыхать, когда ты находишься вертикально. Если ты попал головой на руку, просто к горизонту лезешься, начинаешь взбивать маску, начинаешь обстанавливать и тяжело делать сдасту. Это некомфортно, как не должно быть. То есть до того, что в фонтер маски и центр маски в разных ракушках находится и на разных уровнях. Поэтому мне вот так из них все вдыхать и вот так тяжело. Буду ребят выбираться на вас. пока не в восторге от полной лицевой маски. Пока не в восторге. увы а все дело в том что надо пробовать с обычным легочником который находится вот здесь вот да я начинаю погружаться вниз лицом головой вниз или принимать горизонтальное положение головой вниз лицом вниз именно мне становится очень трудно дышать мне тяжело вытянуть воздух именно вот который мне это подали под нормальным давлением а я его вытянуть вот эти вот полметра получается практически не могу шланги скорее всего всплывают и мне приходится его сверху вниз тянуть воздух если я переворачиваюсь наоборот то у меня начинает дуться маска мне наоборот тяжело выдохнуть то есть я начинаю дуть маску и она начинает потеть тут же вот такая вот проблема в общем буду пробовать пол на лицевую сейчас мне на днях придет легочник обычный который сюда вот ставится и будем пробовать на нем но не знаю как то так вот он пошел я переодеваться то здесь воды уже на фигаре ну что ж ребят вот закончил я свои испытания сейчас быстренько собираюсь уезжаю вернее уже собрался гидрик уже здесь сейчас отнесу груза и все можно идти басик удобный для вот таких вот именно штук здорово здорово что есть возможность вот так вот без выезда куда-то быстренько приехать на часик испытать какое-то оборудование уехать это хоть и полтора метра но и мне вот стало достаточно для того чтобы понять что есть какие-то проблемы с легочника именно вот с этим легочника который на спину вешается не он не понравился ну будем пробовать учиться дальше сейчас наведем несколько консультаций у профессионал специалистов данного дела руслан тебе привет всем пацанам нормальным из геленджика в общем будем разбирать ошибки что я делаю неправильно а может быть это и есть вот такой вот эффект именно этого оборудования посмотрим именно этого оборудования имеется в виду не хуки а имеется ввиду самого легочника потому что ну вот давайте я проведу с опыт с обычным легочником и тогда станет понятно в чем же была проблема и так смотрим наступил следующий день я съездил получил легочник обычный не совсем обычный тоже доработанный вот такой вот легочник и буду пробовать опять полно лицевую маску но уже вот с этим легочником не с тем что на спине крепится так как с тем у меня пока не получается уже попробуем с этим легочником я надеюсь все получится надо потому что перед поездкой отработать все оборудование чтобы она уже в поездке не принесло каких-то сюрпризов потому что я себя допустим в поездку поехал вот с этим легочником не проверив который на спине у меня крепился то была бы проблема большая я бы не смог им пользоваться ну и вообще не смог бы нырять так что это очень важно хорошо что есть такая возможность у меня испытать оборудование ну что ж ребят я готов одет переодет все костюм на мне мне нравится одеваться в дайв одежду конечно попроще нежели в охотничью прикольно пойдем пробовать плавать тренировка подводная продолжается о какой телепузик ты тут 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 это все айда мафия дождь кончился это хорошо и жизнь моменты которые не могут не радовать сейчас буду залазить в воду вода будет проникать под костюм неприятные ощущения я вам скажу в общем вот у меня снаряга уже все готово для того чтобы облачиться давайте чуть-чуть вам этого покажем процесса одеваем жилет разгрузочный на всякий случай зацеплю 750 грамм быстросъемного груза грузовой ремень крепится по сверху всего чтобы ему ничего не мешало быть сброшенным в случае необходимости ну все я готов рука тоже готова если чищу бассейн недороги давай я сниму подымай ездить все подымучка а грн ходить пришлось захлебнуться можно Да, ребята, недорого могу чистить бассейны, мне не трудно. Так, что тут у нас компьютер говорит, говорит у нас глубина 1,3 метра, 1,4 метра, все отлично, все, окей, компьютер говорит правильно, все прикольно, мне нравится. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok Ситуация ЧП, ребята, произошла Вылетел ледочник, потому что здесь переходник очень маленький Сейчас закажу, выточу правильный переходник, чтобы такого больше не могло произойти Чтобы ледочник жестко стоял А так все отлично, все работает Получилась некая такая ситуация, достаточно опасная на глубине Но в моем случае в бассейне мы как раз проверяем это оборудование для того, чтобы избежать каких-то несчастных случаев Вылетел легочник из маски Недостаточное было закрепление в маске Ну и вот этот вот переход, вот этот загубничек, он очень слабенький, неразвитый края Сейчас я закажу себе нормальный переход, выточат мне, сделают И буду уже пользоваться без боязни, что у меня что-то вылетит А так мне очень понравилось Посмотрим, как звук в воде, я сейчас сам не слышал Буду монтировать, увижу Ну а так все вроде в порядке Это снаряжение мне нравится Это нравится Маска полнолицевая имеет место быть Потому что я смогу таким образом с вами разговаривать И это очень круто А мне помогает Леха, Леха, покажи себя Вот он, супер съемщик, оператор у нас Леха сегодня Все, ребята, погнали переодеваться В плане испытания легочника и полнолицевой маски меня все устроило Дышать легко, свободно, все комфортно Как бы, как и должно быть По звуку сейчас посмотрим Я думаю, по ушам меня не сильно било Была проблемка одна, я когда залез Я связь с атмосферой Атмосферник не закрыл Чтобы дышать атмосферой Полнолицевой маски И попускаясь, не могу понять Чего у меня постоянно давит это давление И брызги в рот идут А это, оказывается, у меня атмосферник открытый Все, пошли переодеваться В общем, надо теперь выточить переход Есть у меня один хороший друг Я его попрошу, наверное, мне сделает таких колечек Переходиков Надо будет в понедельник к нему заехать А так я молодец, мне медаль И все такое Вот, собственно, ребята, вы спрашиваете Чем мы занимаемся между походами Вот этим мы занимаемся Подбираем снаряжение, испытываем его, изучаем Доводим технику до того состояния Чтобы она нам нравилась Она была подготовлена для экспедиции Кстати, что делает Мишаня Мы вам покажем, наверное, в следующем выпуске Пока мы никуда не уехали Будем показывать вам Будь гаражный Мишка там сделал на Максе Вообще бомбезные штуки Все вам покажем, расскажем Ну и скоро будет очередное длинное приключение Я надеюсь, нам очень повезет С КОПом и со всеми остальными вещами Ну и также не забываем Что быть в команде Герасим Шерп Это значит иметь постоянно Консультационную поддержку Постоянные выезды с нами Постоянные какие-то мероприятия Выкатки Обучение вождению вездеходов Шерп И прочие-прочие-прочие привилегии Ну а как стать членом нашей команды Все очень просто Приобретая вездеход Скажите, что вы С канала Герасим Шерп И сообщите об этом также нам Всего хорошего Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok